Дима Терпугов Он к нам прибыл, у него был аппарат, но, к сожалению, этот аппарат, наверное, неправильно подобран, потому что ребенок жалуется на то, что ему мешают в ухе, на то, что у него голова болит, поэтому он его и не носит практически. Но я не знаю, аппарат, наверное, уже не соответствует современным требованиям и с его возрастом. Понимая, что новый слуховой аппарат для Димы – путевка в полноценную жизнь, руководство интерната отправило мальчика на обследование в Центр слуха. Там ему подобрали соответствующие мощные многоканальные слуховые аппараты, которые усиливают звук, разделяют речь и фон, при этом не создают шум и свист. В клинике Дима даже не понял, что это всего лишь примерка и очень расстроился, когда слуховой аппарат с него сняли. Средств на покупку аппарата стоимостью в 205 тысяч рублей у руководства интерната не было. На помощь пришел Росфонд. И меньше чем за месяц удалось собрать даже большую, чем необходимо, сумму. Диме Терпугову приобрели мощные слуховые аппараты. Теперь мальчик сможет нормально развиваться и общаться с окружающими ему уже гораздо проще. В случае, когда удается собрать большую, чем нужно, сумму, оставшиеся средства направляют в помощь другим устрануждающимся подопечным Росфонда. Так произошло и с Бетти Хаймес Денова. Полуторагодовалой девочке с врожденным пороком сердца была необходима эндоваскулярная операция стоимостью в 260 тысяч рублей. Шумы в сердце девочки обнаружили еще в роддоме. Малышку серьезно обследовали, но сразу делать жизненно необходимую операцию не стали. Слишком крохотным был ее организм для таких вмешательств. За помощью полугодовалой Бетти и ее мама Анастасия обратилась в Росфонд. По мере роста ребенка будет нагрузка на сердце. И какие ухудшения? Это там давление поднимается, обмороки. Ну и вплоть до того, что она может умереть в конце концов. Если сейчас, именно в данный момент, не делать операцию. Во Владивостоке такие сложные операции просто не делают. Но в Росфонде рассказали. В Приморье приедет московский хирург, который сделает здесь несколько операций с использованием эндоваскулярной методики. Но для этого требовалось собрать 260 тысяч рублей, что удалось сделать в необходимые сроки. Операция Бетти длилась чуть более получаса и прошла успешно. Огромное спасибо за весь труд. Очень была хорошая подготовка и поддержка. Операцию с применением эндоваскулярной методики кардиохирурги во главе со специалистом мирового уровня Павлом Говора тогда сделали еще трем подопечным Росфонда. Яне Ивановой, Никите Туманову и Никите Борщуну. У всех был врожденный порог сердца. Благодаря усилиям зрителей Восьмого канала, ГТРК, Владивосток и читателям Росфонда деньги удалось собрать всем. Никиту Борщуна в день операции поддерживали не только родители. За положительный исход болела вся футбольная команда, где занимается мальчик. Мы с тобой! Теперь Никита сможет исполнить свою мечту и в ближайшее время попасть на обучение в Центр подготовки юных футболистов при футбольном клубе. А значит, любимым делом он сможет заниматься профессионально. Никита играет в команде лучики при городском футбольном клубе и уже не раз признавался лучшим игроком, завоевывал кубки и медали. Я думаю, что я всю жизнь буду играть в футбол. Это будет моя профессия. Помощь требовалась и другой надежды отечественного футбола. 11-летний Данил Индин, воспитанник детского дома номер два. Мальчика в жизни предали дважды. Сразу после рождения от него отказалась родная мать. Вернули обратно в детский дом и опекуны. Жена не приезжает. А ты бы хотел? На нервной почве у Данила развился диабет. Чтобы избежать трагедии, мальчика даже не отпускают с другими в кино. Он живет по строгому режиму. Для полноценной жизни Данилу была необходима инсулиновая помпа. Вместе с расходниками она стоила 208 тысяч рублей. А в детском доме на лечение ребенка выделяют лишь 400 рублей в год. Но с помощью Русфонда деньги мальчику собрали меньше, чем за месяц. Посвятит ли Данил Индин жизнь в футбольной карьере? Покажет время. Могу быть футболистом, могу быть на воротах, могу быть в поле, могу нападающим быть, я не знаю даже. Точно так же вы, наши телезрители, помогли и другим подопечным Русфонда, страдающим диабетом. Благодаря вашим добрым сообщениям, инсулиновую помпу вместе с расходниками приобрели и для Алины Настевич из села Осиновка, и для Кати Фаллер из Находки. Родители девочек выражают большую благодарность приморцам. Как и опекуны, воспитанницы интерната для слабослышащих детей Кати Таскаевой. Ее история не оставила никого равнодушным. В прошлом году девочку взяли в семью, где воспитывают ее родного брата. Благодаря приморцам она впервые услышала его голос. Девочки приобрели современный слуховой аппарат. В школьном коллективе, в классе, она очень активная. У них в классе одни мальчишки, она одна девчонка. Но она ими командует, она ими рулит всячески просто этими мальчишками, и они ее слушают. То есть она такая лидерша в классе. Помогали зрители «Восьмого канала» и детям, страдающим ДЦП. Первыми, с кем мы познакомились в этом году, стали братья Володя и Толя Будники. У семилетних двойняшек органическое поражение головного мозга и эпилепсия. Больше четырех лет их мучили приступы. Улучшение наступило после двух курсов в Московском институте медицинских технологий. Благодаря приморцам лечение удалось пройти дважды. Результат налицо. Приехали после поездки, получается. Володя у нас буквально недели через две-три он уже отцепился и пошел самостоятельно. Это для меня, конечно, был серьезный такой шаг. Ну и все. И с каждым днем он наращивает, наращивает, как говорится, свои результаты. К новым подвигам и умениям готовится и шестилетний Егор Костенец. Вместе с телезрителями «Восьмого канала» Русфонд собрал средства на курсы реабилитации в Москве. И он и мама знают – лечение обязательно даст результаты. Как это было два года назад, когда благотворительный фонд также отправил семью к столичным специалистам. Сегодня положительная динамика в состоянии ребенка и его развития возможна только благодаря усилиям мамы Ирины, которая постоянно старается искать и реализовывать любые пути реабилитации мальчика. Каждый день Егорка по часу стоит на собственных ногах, чтобы мышцы укреплялись, а тело запоминало правильное положение. Держать голову самостоятельно, даже так не уверенно, как сейчас, Егор не мог несколько лет. «Поднимай головку. Да, вот головку. Вытащили, вот же». Большую роль старания матери играют и в развитии другого маленького приморца. Тиме Приказчикову 4 года, а он заново учится говорить и ходить. В полтора года мальчику сделали прививку, после малыша парализовало. Диагноз – детский церебральный паралич у Тимы не с рождения. Благодаря отзывчивым приморцам он во второй раз поехал в Москву на реабилитацию. «Ничего, Тимка, выздоровеешь, будем за грибами в лес бегать, да, зайка?» До ЦП у Сережи Казука врачи диагностировали, когда в 9 месяцев ребенок заболел пневмонией. Мальчик родился на 2 месяца раньше срока, весом чуть больше полутора килограммов. Серьезно Сережиным лечением начали заниматься, когда мальчику исполнилось полтора года. И сразу появился заметный прогресс. Малыш тут же заговорил. «Мы зашли в магазин, а он стал кричать «купи, купи». И показывает на витрины. Показывает «купи, купи». Потому что я смотрю, стоп, кто-то из детей разговаривает. Я не думала, что это Сережка. Поглядел, детей нету». Восьмилетнего Сережу воспитывает бабушка. Родители развелись и сыном интересуются эпизодически. На помощь в воспитании внука Евгения Мишина не рассчитывает. А вот чтобы восстановить Сереже здоровье, необходимо участие неравнодушных людей. Телезрители и читатели Русфонда помогли собрать более 200 тысяч рублей на лечение Сережи Казуку в Институте медицинских технологий в Москве. Госпитализация мальчика запланирована на февраль 2018 года. И у меня ноги как не свои ходят, потому что незнакомая планета. У меня, правда, тут экранчик вытащен, анализатор. Я не могу тут все проанализировать. А 11-летнему Данилу Танцури из Михайловского района необходимую сумму удалось собрать буквально за неделю. Мальчику требовались слуховые аппараты. То, что сын стал меньше говорить и хуже слышать, мама Данила заметила, когда ему было два года. Тугоухость третьей степени. Этого диагноза в семье никак не ожидали. Мать воспитывает мальчика одна, отец судьбой ребенка по ее словам не интересуется. На собственные средства Елена купила для сына первый комплект слуховых аппаратов. На второй собирали всеми родственниками. Мальчика отдали в специализированный детский сад. Благодаря детскому саду спустя три года я впервые опять услышала слово «мама». Вы не представляете. Я там рыдала на взрыт просто в детском саду. Потому что это, конечно, мне и сейчас могут слезы быть. Но сегодня благодаря неравнодушным жителям Приморья и Русфонду заветное слово «мама» Данил произносит уверенно. А главное слышит мамин голос. Как и Никита Нарудинов из Владивостока. Мальчику также были необходимы современные слуховые аппараты. Вот он приходил домой, он просто потаскивал, бросал прям с таким даже злом. Никита, почему? Там шум, особенно когда дети кричат, бегают, визжат. А в этом наушнике, в этом слуховом аппарате происходят какие-то там шумы. 15-летнего Никита Нарудинова падение слуха и четвертая степень тугоухости. Из-за болезни часто возникали сложности в обучении и в общении с семьей и сверстниками. Инна и Николай Белоусовы воспитывают 8 приемных детей. Сначала удочерили трех родных сестер Никиты. Алину, Надю и Настю увидели по телевизору в одной из программ. Девочкам искали семью. Родных родителей Нарудиновых лишили прав на воспитание в 2007 году. Семь лет сестры не виделись и не общались с братом. Новым маме и папе они сразу же рассказали о своем брате Никите. И прошло уже больше года, как у мальчика вновь появилась семья. А в октябре сбылась еще одна мечта Никиты Нарудинова. Благодаря неравнодушным приморцам и Русфонду у него теперь есть новые слуховые аппараты. История маленькой Вероники Скубиевой поразила не только телезрителей, но и докторов. Ее случай по врачебным меркам в Приморье считается уникальным. У девочки синдром короткой кишки. Малышке еще нет и двух лет, а она уже перенесла три серьезнейших операции. Более миллиона рублей благодаря Русфонду помогли собрать Вероники для покупки парентерального, то есть внутривенного питания. И на расходнике для инфузионного аппарата, которые девочке жизненно необходимы. Человек она очень сильный. То есть еще можно позавидовать силу воли и тому подобному. И характер у нас очень серьезный. Сильным характером и серьезным отношением к жизни отличается и Лиза Брюханова. У 13-летней девочки симптоматическая эпилепсия. Долгое время лечение не давало результатов. Бывало, что за 7-8 часов случалось до 17 приступов. Лиза не приходила в себя до двух суток. В школе были приступы. И я пошла попроситься выйти учителя и упала на полу. Это не так давно было? Перед всем классом? Нет. Это было в четвертом классе. Но подобрать терапию для Лизы правильно все же удалось. Приступов у девочки нет с августа 2016-го. Применение препаратов Айкомпа и курса иммуноглобулинов положительно влияют на ее здоровье. Для закрепления эффекта лечения девочке был необходим еще один годичный курс, чтобы впоследствии при сохранении положительной динамики Лиза смогла обходиться без препарата. Зрители 8-го канала, ГТРК «Владивосток» и читатели РУСФОНДА помогли собрать необходимые 300 тысяч рублей. Получается, у меня начинается уже жизнь. Я поняла, что, наверное, все будет хорошо. А 13-летнего Никиту Пчельникова больше привлекают естественные науки и инженерия. Еще он с удовольствием ходит в бассейн и тренажерный зал. А недавно стал капитаном школьной команды «Что, где, когда», которая заняла третье место в общегородском турнире. Но от активного образа жизни и от любимых увлечений придется отказаться, если в ближайшее время не приобрести расходники к инсулиновой помпе, запас которых на исходе. У Никиты сахарный диабет первого типа. На шприцах мне нужно было бы перед приемом пищи доставать его, вводить необходимое количество. А здесь я могу достать помпу, везти и убрать ее. То есть мне не нужно как раньше отрываться от какого-то дела. То есть все очень быстро. Чтобы Никита мог и дальше вести полноценный образ жизни, ему необходим запас расходных материалов к инсулиновой помпе. Их стоимость более 150 тысяч рублей. Сделать так, чтобы в новом году Никита Пчельников смог и дальше добиваться успехов и идти к намеченным целям очень просто. Необходимо лишь отправить смс-сообщение со словом «Дети» на короткий номер 5542. Ведь сейчас самое время для того, чтобы помочь осуществить чью-то мечту. В 2017 году финансовую помощь благодаря приморцам получили 20 подопечных регионального бюро Русфонда. В общей сложности собрали почти 4 миллиона рублей. На помощь детям приморцы отправили около 30 тысяч смс-сообщений. И большую роль в судьбе героев проекта «От сердца к сердцу» сыграли вы, телезрители 8 канала. Субтитры создавал DimaTorzok